Молодые люди, мы с вами, наверное, не поняли друг друга с самого начала. Если что, вот этот молодой человек, бомжара, он мэр этого города. Он здесь самый главный, прям самый-самый главный. Если вы хотите, с ним разбирайтесь прямо сейчас, ага. Молодые люди, вы меня неправильно поняли. Я президент всей страны ютуберов. И если я лично прилетел с вами поговорить, это значит, что дело действительно очень серьёзное. Нет, прям президент всей страны? А чё ты мне ничего не рассказывал, бомжара? Не, ну подождите, в любом случае, как бы, бомжара главный в этом городе. Поэтому он здесь будет указывать, чё вам делать и чё нам делать, да, бомжара? Вот иди разберись с ним прямо сейчас. Не, ну если он действительно президент, то я ничего не смогу здесь делать. Его слово закон. Обосраться. В смысле, очень хорошо у нас дела с тобой идут. Так, и чё мы уже успели здесь начудить с моими друзьями, то что вы лично к нам сюда прилетели, господин вот этот президент? Несколько дней назад в вашем городе пропал один близкий мне человек. А вся ваша команда местных хулиганов подозревается в похищении этого человека. КОГО? Какого похищения? Ты чё, башкой кокнулись? Мы, 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 мы похожи. Он мэр этого города. То есть вы хотите сказать то, что мэр этого города, его друзья похищают людей в этом городе? Да мы ничего, кто у нас вообще в городе пропадал-то несколько дней назад? Какое похищение? Этим делом займусь лично я и моя охрана. А вы в это время будете ждать приговора в тюремной камере. Какой ещё тюремной камере? Это, бомжара, разберись с ним, как ты, ты, мэр. Ты, мы, мы никакого человека не похищали. Вы в своём уме, господин президент. Вы похожи на похитителей. Со мной вообще мелкий пацанёнок-ребёнок ходит. Какие похитители? Ступайте вперёд! Идём, 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 идём. Ладно, хорошо, с ним нет смысла спорить. Какая нафиг тюремная камера? Да разве мы реально похожи на каких-то похитителей? А мне реально интересно, а кто у нас в городе несколько дней назад пропал? Какие похитители, кто кого похищал, что сам президент, которого я, кстати, в первый раз вижу, я даже не знал, что у нас в стране ютуберов есть президент, лично прилетел к нам в город, чтобы разобраться с этой проблемой. Ну, чё дальше? Выбирайте любую свободную камеру. Ну, там занято, там занято, там маньячина сидит. Ну, слушайте, наверное, наверное, вот это, вот это единственная камера, которая пустая, только здесь дверей нет. Ладно, заходить сюда, мужики, мелкие, вот этот гена бомжара, заходить сюда внутрь. Ты чё, ты чё, ты чё делаешь там, а? Ты смотри! Он замок на дверь установил! Я не могу дверь открыть. Она деревянная дверь! Полностью закрыта на замок. Так, ничего не понимаю. До окончания расследования вы будете находиться здесь. Какого ещё расследования? Да вы кто такие, чтобы вообще... Не, ну вы как бы президент, я понимаю, но вы кто такие, чтобы в город приходить и мелкого ребёнка в тюрьме закрывать? Да мы будем жаловаться! В душе не чаю, кому мы будем жаловаться, если он президент, но... Кому-то же, богу Майнкрафта, тогда будем жаловаться, если вы здесь самый главный. Хорошего вам отдыха, молодые люди. Какого отдыха? Это бардак какой-то у нас в стране происходит! Какого отдыха? Это чё сейчас было? Прилетел ядрить, колотить... Вот этот президент на голубом вертолёте или каком-то... И закрыл нас в тюрягу, потому что мы якобы похитили человека. Какого... Какого нафиг человека мы похит... Так, ладно. Сдрыснули все отсюда, сдрыснули. Я возле сральника спать не буду, бомжара. И ты, мелкий, тоже будешь спать с бомжарой. Я буду здесь, на этой кровати спать. Так, вот это Пападос и потекало в раке просто. Мужики, простите, я ничего не мог здесь сделать. Он президент. Он как бы, ну, главнее меня. Бомжара, это не твоя вина. Ты же сам не знал то, что к нам сегодня президент в город прилетит. Ну ничего, мужики, посидим это-то в тюряге по несколько годиков. Потом, может, нас выпустят. Только вот я в предыдущей серии даже знать не мог, то что мы с тобой... Дарова, маньячела! Мы с тобой соседи с этой серии, получается. Дарова! Я вот сам не знал то, что я в тюрягу загрему со своими вот этими друзьями. Ты чё, как там поживаешь? Ну я тебе говорил, что рано или поздно мы с тобой снова увидимся. Ну, говорил, да, только я не думал то, что это скоро, настолько скоро произойдёт. Ты, главное, ночью очень крепко не засыпай. А то утром можешь и не проснуться. А-а-а, это чё за угрозы? Это чё за угрозы среди белого дня? Пошли, маньячина, мы же с тобой соседи. Мы же с тобой друзьями должны быть, а не бить друг друга. Так, ладно, я вам всем советую близко как-то, как, ну, туда не подходить. Это у нас сосед какой-то недружелюбный. Очень сильно. Слушайте, я чё-то вообще не понимаю. Деревянная дверь полностью закрыта. Как нам отсюда выбраться, я в душе не чаю. А если пожарным топором её сру... Би... Бить не... Просто, просто ничего не получается. Так. У кого-то есть телефон? П-позвонить там родственникам, ещё кому-то, чтобы они пришли, нас вытащили отсюда. Как нам выбраться из этой тюряги? Я не хочу здесь в ближайшие несколько лет по соседству с маньячалой тут попрожить. Так. План. Нужен план. Как выбраться из этой камеры? Есть у кого-то гитарка? Или кто-то знает какие-то тюремные песни? Ну, а чё нам здесь долго сидеть? Надо как-то развлекать друг друга, не? Кто-то мелкий может ты петь умеешь, а мне мелкий не петь не умеет. Так. Ну, тогда получается... Стёпа! А ты как нашёл-то нас? Ты где вообще потерялся? Где ты был всё это время? Это, мужики, я извиняюсь, Ритка домой позвала кушать. Вот, я только вот сейчас освободился. А как ты нас нашёл-то? Ты там на входе никого случайно не встретил? Мужика с гаустуком. Важная такая шишка с двумя охранниками. Я... Как ты нас нашёл? Да, я просто по вашему следу шёл. По запаху вас нашёл. По запаху. Ну, я тебе горил мелкий, то, что тебе чаще мыться надо. Вот это воняешь, как скотобаза какая-то. Стёпа тебя даже по запаху нашёл. Так, чё ты стоишь-то? Открывай. Открывай двери давай с этой стороны. Давай быстро. Выпускай нас отсюда, Стёпушка, выпускай. Открывай двери, давай. Эту дверь, походу, вообще ни с какой сторон открыть нельзя. Чё, не открывается? Ладно, подойди сюда, Стёпа. А кто вас там закрыл? Сам президент! Сам президент страны нас тут закрыл. Есть чем гордиться. Так, а как нам отсюда выбраться-то? Ну, этот, слушайте, у меня с собой есть только отвёртка. Вдруг может вам пригодиться? Отвёртка? Дай сюда. Давай сюда отвёртку. Ага. Давай. Ага. Так, отвёртка. Слушайте. Ну, знаете, я играл, я в это играл. Я в Скайрим играл и мафию играл. Там вроде тоже надо было замки взламывать. Вдруг у меня сейчас... Опа. Получится. Только как это делается? Я уже и не помню. Надо вроде куда-то попасть. Вот! Вот! Один вот этот шурупчик вверх пошёл. Надо, чтобы ещё все остальные пять тоже. Так. Один. Два. А-а-а! Это последовательность, походу. Мне надо угадать, какой следующий открывать. Так, два пошли. Третий у нас этот. Четвёртый у нас будет, может, вот этот. Пятый. Вот этот. И шестой. Опа! Всё! Всё! А люди говорят... А люди говорят, что игры детей тупыми делают. Если бы не Скорими, мафия, я бы даже не умел эту дверь открывать. Стёпа, молодец. Забирай обратно отвертки. А зачем тебе 60... Стак отверток-то вообще был? Зачем? Ну, ты же никогда не можешь знать, где тебе придётся что-то подкрутить. Ну, в принципе, жизнь такая. Да, всегда надо что-то подкручивать. Всё, давайте, выходите. А ты, маньячела, если бы хотя бы немного умнее был, а не такой тупица тупой, уже бы давным-давно бы отсюда выбрался. Видишь? Мне 5 минут понадобилось, чтобы из тюрьмы это избежать. Поэтому всё, до свидания. Ещё через пару годиков сюда приду и опять тебя наведаю. Давай, гостиницу тебе принесу. Если бы не Стёпушка, мы бы с этой тюрьмы, наверное, никогда бы не выбрались. Надо разобраться, что здесь происходит в этом городе. Кого ищет сам президент, кто у нас пропал и кто кого где похитил. Потому что пока что, честно, ни черта не понимаю. Просто ни черта. Слушайте, они уже возле мэрии тусуются. Там ещё один вертолёт. Там ещё вроде два охранника стоят. А внутри же Титикака и Леночка Ветрянкина. Если они ещё не успели забраться туда, в мэрию, их надо как можно скорее вот это предупредить. Давайте сюда быстро за мной. Они уже успели весь город захватить. А мы даже ни черта ещё не сделали. Так, давайте сюда за мной обходим вот эту вот статую. С этой стороны. Нет, не обходим. Тут забор. Не сможем обойти. Так, слушайте, надо как-то отвлечь вот этих вот охранников, которые возле входа там стоят. Чтобы мы зашли внутрь. Кто сможет их отвлечь, а? Мелкий. Давай тогда ты. О, ты же мелкий. Притворись то, что ты потерялся. Мамы нет, папы нет. Гулял по городу, потерялся. Давай, иди. Давай, отвлекай. Давай, быстро. Так, мелкий сейчас со всем справится. После того, как он их отвлечёт, сразу же забегаем внутрь. И аккуратно, чтобы вот тот, который на вертолёте, нас не спалил. Он чё, плачет там? Плакса-шмакса? Охранникам вообще без разницы то, что ребёнок потерялся. Они ему даже помогать не будут. Мелкий! Другой плач какой-то давай! Давай! Только срогатки в них самое главное! Не стреляй! Едно что ж ты-то будешь делать? А? Ну, а с другой стороны, вроде как сработало. Главное, чтобы мелкий удрать от них смог. Так, тех охранников он смог отвлечь. Быстро ноги в руки, руки в ноги побежали! Надеюсь, то, что Титика как там. Надеюсь, то, что Еленочка Викторинкина тоже там. Давайте забегайте, дверь за собой закрывайте. Быстро на второй этаж. Пожалуйста, 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 чтобы с ними всё было хорошо. Титикака! Леночка! Вас ещё не побеспокоили? Сюда никто не заходил, не врывался, ничём не говорил? Что здесь происходит? Кто все эти люди? Президент! Президент и его охрана! Вот кто все эти люди, Леночка Витенко! Мы сами в шоке! Мы уже срок в тюрьме успели отсидеть. 5-10 минут. Короче, по центре. Нужен какой-то план. Как нам выпутаться из этой жопы? Чтобы президент до сих пор думает, что мы находимся в тюрьме. План! 6 человек в комнате! Чё нам дальше делать? Тити! Кака! Нет, Титикака! Я сомневаюсь, что нам нужно Титикака делать! Нам что-то другое надо делать! Давайте пожалуемся! Да кому мы будем жаловаться, Гена? Это президент! Кому мы ещё сможем пожаловаться? Думайте, думайте, думайте! У нас мало времени! Думайте быстро, пока никто к нам сюда не пришёл! Кому мы будем жаловаться? Никому! Всё, постой на шухере! Если кто-то сюда придёт, то сразу же надо прятаться или сваливать отсюда! А вот, походу, кто-то к нам сюда уже идёт! Идут! Так, тогда быстро давайте все прячьтесь! Куда только хотите! Так, я здесь в окне, походу, буду, чтобы меня здесь никто не увидел! Всё, постой там за шкафом! Иди сюда, Титикака! Давай быстро прячься! Бля, прячься вот сюда уже! Так, сейчас стойте! Тихо, не шевелись! Гена, да спрячься ты уже куда-то! Ложись! Ложись! Ни звука! Ничего не говорим! Тихо! Ушёл! Вроде утихо! Стойте! Стойте! Никуда не выходите! Не выходите! Стойте там! Ушёл! Собака президентская! Ушёл! Всё, идите сюда, все сюда ко мне! Так, короче! Бомжара, остаёшься здесь! Сидишь за Леночкой Ветрянкиной! Ей нужна вот эта помощь! Гена, ты тоже на всякий случай останься здесь! Будешь помогать в бомжаре! Если сюда вдруг придёт какая-то охрана, сразу кокаешь их по башке, чтобы они вырубились! Все остальные, Титикака, Стёпа, за мной! Сейчас найдём мелкого и отправимся ко мне домой! Давайте быстро! Выходите! Желаю вам удачи и в тюрьму не загреметь на второй срок! И нам тоже! Так, ко мне домой! Так... Никого... В небе вроде тоже вертолётов нет! Давайте все сюда за... Дверь закройте! Дверь за собой закройте! Главное, идите закроить дверь, Титикака! Так, а где мелкий-то Эдрис колотить? Он вроде в ту сторону убежал! Надо его сейчас будет найти! Так, давайте все сюда за мной идите, Титикака, не отставай! Мелкий! Эдр... Мелкий! Чё, его вообще нигде нет! Идите сюда! Ну чё вы такие медленные-то там? Быстро ко мне домой! Я надеюсь, что они не знают, где я живу, и я надеюсь, что ко мне домой они не успели ещё прийти! Ага! Один джип стоит! Вертолёт стоит! И третий джип стоит! Походу, нет! Походу, они уже успели ко мне домой наведаться! Так, идите сюда! Давайте быстро за мной, ко мне домой пойдём! Главное, не шумите! Медленно! Тихо! Возможно, у меня дома ещё кто-то до сих пор е... А чё с моей квартирой-то произошло? Тихо! Главное, тихо! Почему квартира-то пустая? Она же полностью с мебелью была! Так, собаки сутылые ограбили меня среди белого дня на второй этаж! Давайте поднимаемся! Тоже тихонечко! Возможно, здесь кто-то до сих пор ещё есть! Ага! Осматривают мою квартиру, походу! Да! Думаю, то, что это я кого-то похитил в этом городе! Но я-то не похитите как! Я же никого не похищал! Так, ладно, идите сюда на первый этаж! Идите сюда! У меня есть маленький план! Сейчас бы только вспомнить, куда я... Тут трусы мелкого! Куда я спрятал вот эту вот ловушку! Она вроде на кухне была! Сейчас, подождите, я посмотрю! Ага! Вот здесь одна ловушка и вторая ловушка! Стёпа, держи! Это на всякий случай, вот как раз-таки на вот такой вот случай, если ко мне домой заберутся какие-то воры! Только это чё-то нифига не воры! Это телохранители президента! Стёпа! Иди сюда! Попадайте сюда ко мне! Я-я слева ставлю ловушку! Ты справа её ставь! Давай! Вот сюда! А они когда с нами будут бежать, на ловушку станут... И в ловушку попадутся! Готовы уматывать отсюда? Ну тогда давайте! Эй, вы! Шавки президентские! А нас словить слабо? А? Уматы! Давайте уматывать! Уматы! 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 Отсюда! А чё, всё? А чё, так просто? Мне ж говорю, то что ловушки работают! И на одного сработало, и на второго сработало! Так, подвиньтесь! Дайте я пройду! А, ну вот! Даже калаш руке связала! Отлично! Поводки берём! И на улицу, молодые люди! На улицу! Кто вообще сказал, что вы просто так можете приходить ко мне домой... И воровать у меня вещи! И искать того, чего здесь нет! А? Спускайтесь, давайте сюда! Ты, Стёпа! Титикака! Остаётесь здесь! Охраняйте мою халупу! Квартиру! Если кто-то опять придёт, сковородкой по башке стукните! А вы, охранники, давайте за мной! Вы мне сейчас ещё понадобитесь, когда я вашего босса, президента, сейчас встречу! Таковат и ты! А тут твои охранники! Чёрт не стрелять! Чёрт не стрелять! Я за ними спрятался! Давай мы с тобой разберёмся, как два нормальных мужика! По-человечески я тебе предлагаю всё обсудить! Пока вы не отдадите дорогого мне человека, я вынужден забрать человека, который дорог вам! Куда? Куда? Мелкий! Ты зачем ты к ним в машину сел? К незнакомым дядькам в машину садиться нельзя! Даже учитывая, что это президент страны! Продолжение следует...